Жестокие игры детей 90-х В отсутствие компьютеров дети 90-х проводили все свободное время на улице. Собирались в большие компании и играли в разнообразные игры, но, к сожалению, некоторые из них были очень жестокими. Сейчас мы вспомним самые агрессивные, которые заканчивались травмами разной степени тяжести. Пятое место. Игра «Слон». Эта игра была очень распространенной во времена СССР и вплоть до конца 90-х. Ее суть заключалась в том, чтобы две команды выясняли, кто из них прочнее в прямом смысле этого слова. Первая команда становится, обнявшись так, чтобы имитировать гимнастический козел. Члены другой команды по очереди должны были запрыгнуть на спину соперникам и прокатиться до определенной заранее начерченной линии. Если так называемый «Слон» сможет всех провести до линии, команда выиграла. Если нет, команда проиграла. Поражение также засчитывалось, если «Слон» распался во время прыжков соперников. Ну а если кто-то из противоположной команды упал во время прыжка, это считалось автоматическим поражением. Итак, команды по очереди становились «Слонами». Выигрывала та команда, которая смогла больше всего раз прокатить противоположную. Хотя эта игра редко заканчивалась чьей-то травмой, но если уж и происходило подобное, то травма чаще всего была серьезной, так как нагрузка на позвоночник была очень сумасшедшей. Четвертое место. Игра «Квач». Кто бы мог подумать, что такая безобидная игра, как «Квач» могла попасть в список самых жестоких детских игр. Но если бы не тот факт, что при наличии извращенной жестокой фантазии, передавать «Квача» можно было любым предметом. Самый гуманный вариант – это мяч. Но очень часто в дворовых компаниях 90-х такими предметами становились яблоки и даже камни. Только представьте себе, чтобы передать «Квача», вам нужно было кинуть камень в какого-то другого человека. Это просто жесть. Практически каждая такая забава заканчивалась кровью, травмами и редко длилась дольше 2-3 передач. Третье место. Игра «Кровавый пятачок» или «Кровавая монетка». Суть игры заключалась в том, что один игрок крутит на столе монетку, другой подбивает ее, чтобы придать ей новую силу вращения. Потом следующий и так по очереди, до того момента, пока кто-то ее не остановит. Тот, кто это сделал, ставит кулак косточками вниз на стол. Остальные игроки ставят по очереди два пальца по типу рогатки, а третьим запускают монетку в кулак. Такие игры всегда заканчивались кровавыми ссадинами на руке проигравших. Отсюда, собственно, и произошло название этой игры. В эту игру играли в основном на переменках в школе. Второе место. Игра «Пекарь». Суть игры. Дети чертят несколько параллельных линий. В некоторой отдаленности от них ставят пустые банки, из-под краски обводят их. Потом они берут себе палки, по очереди ставят на стопу и толкают их. Последовательность бросания палок потом зависла от того, кто как далеко ее запустил. Самые далеко заброшенные гарантировали ее владельцу первые места в очереди при ее броске по банкам. Тот, кто бросил ее ближе всего или сбил банки при броске, становился пекарем. Пекарь занимал место возле банок и должен был охранять их от бросков других игроков. Как только банки сбивались, другие игроки должны были бежать и забирать свои, пока пекарь ставит банки на место. Чтобы передать пекаря, нужно было самому пекарю успеть подставить банки, дотронуться палки до другого игрока и сбить их. Но часто никому не удавалось сбить банки. Тогда начинался настоящий бой. Каждый пытался пробежать мимо пекаря, забрать свою палку и в то же время не допустить контакта с палкой пекаря. Эти суровые драки палками за право сбить банку и сменить пекаря всегда заканчивались кровью и травмами. Детей, играющих в эту игру, всегда было легко узнать летом по ранам на ногах. Первое место. ОБОБ. Игра с таким смешным названием, это не что иное, как разновидность квача, о которой я уже сегодня упоминал. Отличие в том, что для передачи квача нужна была длинная палка и ее конец обязательно нужно было вмочить в какую-то жидкость или раствор. Отмыть которой было очень сложно, что приводило особый экстрим для детей 90-х, учитывая отсутствие нормальных стиральных машин и банальный дефицит одежды, замазав которую ты со стопроцентной вероятностью дома от родителей получишь приличный скандал. Иногда палку обмазывали солидолом, смолой, клеем, но самый распространенный жестокий вариант это дерьмо. ОБОБ в основном заканчивалось одной и редко двумя передачами квача. И конечно кучи слез, обид на друзей, всегда после этого были драки и вследствие психологическая травма на долгий период времени. Эта игра самая наименее травмоопасная из вышеперечисленных, но ее раны были куда глубже. Дети чаще всего ругались между собой очень серьезно, становясь врагами, плюс дома ждал скандал или трепка от родителей за вымазанную одежду. При упоминании об этой игре даже у взрослых людей всплывают очень неприятные эмоциональные воспоминания. Вот именно поэтому она и занимает первое место в рейтинге самых жестоких их поколения детей 90-х.